Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Слышали братьев, здравую науку преподавали, а в это трудное время много раздаются всяких наук, живых наук. Поэтому дана мне всякая власть на небе и на земле. Подобно, братья, постоянно в молитве, последняя молитва за Украину, я добавлю, и за Россию, и за Белоруссию. Мы можем представить себе, ну, перечисляю, сколько погибло русских. Около 150 тысяч. Представим, сколько вдов. А на Украине, может, меньше, сколько вдов. Поэтому, только силен Господь остановить того безумия. Много грешат и верующих, и я немного погрешал, перестал смотреть вести последние. О, хорошо уже, там, там же столько-то ввыше. Да сохранит нас Господь, дорогие братья и сестры, чтобы мы не мыслили так. В уму не представлять, Россия напала на Россию, на Украину. Дорогие друзья, скажи слово, и утихнет буря. Силен Бог сказать. И эта бура утихнет. Много порешила Украина. Много. Появилось такое слово, биологическая мать, и мать, которая воспитала детей. Сколько двигалось на Запад зарабатывать деньги. Семьи разводились без страха. Делали это. И постигло. Как Господь сказал однажды, они не были грешнее. Вот этих галериан, что так пылатый, что столько с ними поступил. Но если не покаять, не покаять, всем так будет. Они не грешнее были, что эта стена упала и убила каждого. 18 человек. Они не были грешнее других. Но если не покаетесь, всем так будет. Скажи слово, и утихнет бура. Ничего не поможет. Оружие дают и воюют. Силен Бог сказать. И утихнет эта бура. Ну, напомню, крестя их во имя Отца. Немножко оговоримся. Крестят по-разному. Во имя Иисуса только крестят. Они крестят, льют воду на голову. Крестят маленьких детей. И есть такое же учение «свидетели Львовы». Трудно выговорить это слово. Это не свидетели. Это древнее учение арианское во время учеников Иисуса Христа. То есть, последователь учения Иисуса Христа. Тихий, мягкий голос, кажется, из Египта он был. И учение преподал, что сын не равен Отцу. И это то же самое учение. Не знаю, как они крестят. И по-разному учат. И хлебопреломление по-разному учат. Как принимают эту великую трапезу Господь. Я читаю 2 Тимофея 3 глава с 1 по 5 стих. «Знай же, что последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, горды, надменные родителям, непокорны, и там дальше перечисляют имеющие вид благочестия, а силы же и отрекшиться. Знай же, и это время пришло. И потом дальше это послание Тимофея, уже 3 глава, тоже и 8-й, 9-й стих. «Люди, развращенные умом, невежды в вере, но они немного успеют». Ты же говоришь, что сообразно здравое учение. А послание к Титу мы читаем следующее. Ты же говори, это 2-я глава, 1-й стих, а потом прочитаем 6-й и 8-й стих. Ты же говори, то, что сообразно здравым учением. И для старцев, для старцев, для стариков, молодых, любить мужей, для молодых, жен, и любить детей. Ни одно дитя, а сколько Бог пошлет. Мы знаем, что вообще детей не имеют, или одно, или два. Любить детей, любить мужей. Кто-то говорил, не написано, чтобы любить мужей, а чтобы мужей любили жен. Здесь тоже написано. Люди развращенные умом. И до титу дальше пишет. Юношей так же увешивай, быть целомудренным. Во всем показываем себе образец добрых дел. в учительстве чистоту степенность, неповрежденность, слово здравое, неукрызненное, чтобы противник был потомлен. Перед дною братья говорили слово здравое. И хор пел прекрасные песни. И кто-то отдельно выходил из творения, кто говорит, что сообразно здравое учение. Евреям читаем последняя глава 13 и читаем с 8 по 9 стих. Читаем Иисус Христос вчера и сегодня и в веки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодать и укреплять сердца, а не ясно от которых не получили пользы, занимающиеся ими. в данный час появилось уже слово среди уже учителей Данилу Данилу Пост. Данилу Пост. А потом есть учения, чтобы похудеть, прекрасно выглядеть красивее, начинают худеть сестры наши особенно. И до того, до худеют, нужно до врача обращаться. Поэтому будем водоросовать, дорогие сестры, молодые братья, чтобы не с тем, чтобы похудеть, а по слову поступать. Дорогие друзья, ну, а богатые люди раньше была поговорка такая, среди даже морских людей. Раньше вон из кожи лезут, чтобы платье показать. Это богатые люди. А теперь из тела лезут, чтобы из платья лезут, чтобы тело показать, сколько городов. Реклама смотрит на нас, полуна, подобно. Страшно подумать и поговорить. Все смотрит на нас. в последнее время враг употребил все силы свои, чтобы разрушить семейные жертвенники, чтобы обращать молодых, старых и малых. Дорогие друзья, будем бодрствовать. И вот когда мы читаем Луки, первая глава, первый по четвертый стих. И там я уже буду читать вкратце. Значит, он пишет к некому Феофилу. Ну, богословы говорят, что это две жемчужины, потому Господь даровал через Луку, его можно назвать, апостолам, написать две жемчужины. Это деяние святых апостолов и Иванов Луки. Да поможет нам Господь бодрствовать. И вот он напоминает первая глава. Как уже многие начали составлять повисование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, служителями слова, то рассадилось и мне в тщательном исследовании всего начала по порядку описать тебе до сопощённой феофил, чтобы ты узнал твёрдые основания то учение, в котором был наставлен. Твёрдые основания то учение в тщательном исследовании. Лука как пишет о праздновании. чудно. Если там Матфея коротко сказано на ослице на ослёнке ехал, там и на ослице и на ослице было такое седло спарное на двоих и садился там человек. И так было. Дорогие друзья, поэтому и мы будем на твёрдом основании Божьим стоять. Не так, как уже Хоразматин наблюдал, Библию положил и ногу поставил на Библию. Ужасно это. Дорогие друзья, а вот читаем самое раннее послание апостола Павла к солонякийцам. И там 2-я глава, 3-й стих. «Ибо учением нашим нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства». И можем и мы сказать, если будем бодрисовать, «Ибо учением нашим нет ни заблуждения, ни лукавых подозрений и тому подобного». Дорогие друзья, и вот из Старого Завета прочитаю только одно место в Торозаконе 32-я глава с 1-й по 1-й стих. Даже дословно прочитаю. «Внимай небо, я буду говорить, слушай, земля, слова уст моих, полется, как дождь ученье моё, как роса, как речь, речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливий на траву. Имя Господа прославлю, воздавайте славу Богу». Тут коротко песня эта. «Внимай, земля, небо внимай, полется ученье моё, небо». А теперь мы обратимся к откровению. Я даже прочитаю дословно это место Писания. 15-я глава с первых стихов. «И увидели иное знамение на небе, великое и чудное, всем ангелов, имевших всем последних язв, которых оканчивалась ярость Божья, и видел якобы стеклянное море, смешанное с огнём. и победившись верой и образ его, и начертание и чисто имя его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи». Чудный, правда, гусли Божьи. Можем радоваться, когда поют наш трудный орхест, там тоже арфа скрыбковый, я люблю слушать. Чудный гусли Божьи, ой, если бы мы послушали бы сейчас, а Бог открывал некоторым братьям повествовал, когда Господь этими гуслими, значит, эти гусли звучали. И что они поют? И поют письмо Исея, раба Божья, и песнь Анца, говора «Великие чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведные истины пути Твои, Царь Святых, кто не боится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты один Свят, и все народы придут и поклонятся пред Твою, ибо открылись суды Твои». Чудно, правда, песнь. Песнь Боисея и Анца. Застывшее море, как бы огонь, вот и стоят они на этом море и поют «Чудные дела, Господи!» И поэтому я одну песню скажу. Она есть в сборнике, но там так она переиначена. она опокаялась много ученых людей, врачей, инженеров и начали переиначивать, даже дошли до Прохановской песни. Она я переписан песней, у меня есть это время. «Наша песня умолкнет в веки, для нее сотвороны века, мы поем на земле человеки». Эта песня живая река. Эта песня умолкнет в вечности, и не будем им утомляться петь эту песнь, подобно ангелам, которые взывают «Свят, свят, свят Господь Саваоф». И не утомляюсь. Эта песня живая река. Будем славить Господа, имя его святое, дорогие братья и сестры, полюбим мы Господа. Учение его самое главное, центр учения. Как много переиначилось, как много уже званий есть, доктор медицинских, то есть богословских наук, то еще другие имена и уже приспают в бане и это нужно. Может быть, дорогие друзья, раньше братья, которые научились по Библии читать Слово Божие и скажут два-три стиха и полется молиться пред Господом. Слава Ему за все его милости и чудеса его. И ныне в этот вечер воздадим славу Господа. Еще раз повторим братьев слова. Бог нам позорвал это собрание. Поэтому пусть эта песня звучит и в сердце вдов зови которых тоже много у нас уже есть. Будем помнить их не только в то время, когда умирает муж, а помнить и после и вспоминать их и посылать нужные части и им посылать. А в данный час склоним колено и будем молиться пред Господом. Аминь. Аминь.